Здравствуйте, с вами Сидрот. Добро пожаловать в мой мир, где все сверхъестественное естественно. Вы знаете, сатану атакует и нападает на супружеские союзы и семьи христиан. Демоны воюют с нами. Моя гостья утверждает о существовании сверхъестественного метода укрепления вашей семьи. И этот метод доступен вам. Существует ли сверхъестественное измерение? Сидрот провел более 40 лет, исследуя странный мир сверхъестественного. Присоединяйтесь к Сиду в этом выпуске программы. Это сверхъестественное. Это Бранда Куануман. Она была у нас в студии несколько раз. Дорогая Бранда, вы проповедуете о силе наших слов. А почему же важны так наши слова? Во-первых, я призываю всех, кто в студии и телезрителей, не становиться пророком дьявола. Никогда. Это очень сильно. Не позволяйте языку сделать вас пророком дьявола. Люди то и дело норовят думать и говорить негативное и мрачное. Мир, словно магнит, притягивает нас к себе, вдохновляет думать об обстоятельствах. К этому стремится большинство. Мы легко говорим о чем-то плохом, не так ли? Мы говорим об этом, когда у нас возникают проблемы с домом, с семьей, со спутником жизни, или с нашими детьми, возникают разные ситуации. Так как нам поступать в этом случае? Нам нужно развивать навык говорить то, что говорит Господь. Говорите с верой. Говорите, равняясь на Библию. Нужно не только говорить правильно, но и правильно провозглашать. Это очень важно, ведь каждое наше слово обладает силой. Бог дал дар созидать словами, не ангелам, а нам. Наш язык — это оружие. У вас во рту есть оружие, благодаря которому вы провозглашаете и видите, как это исполняется. Это искусство, которым нужно овладеть. Если у вас проблемы, то, пожалуйста, перестаньте реагировать по плоти и учитесь жить по духу. Это очень важно. Бренда, вы написали несколько книг. А расскажите, почему вы написали эту книгу сейчас? Вы знаете, мои подчиненные сказали, что это ваша лучшая книга, да будет вам известно. Сатана выпускает стрелы в семье. Общество внушает христианам мысли о неважности брака. Сейчас родители очень боятся за своих детей. Когда ребенок заканчивает школу и поступает в колледж, вы не хотите отправлять их туда, чтобы они не стали атеистами. Враг атакует семью. Это правда. Почему я приняла решение написать книгу об этом? Родители, семьи и дети нуждаются в духовном оружии. На детей влияют. Поэтому они говорят нам, «Я не верю в Бога». Или, допустим, ваша жена не служит Богу и просто идет своим путем. Мы 20 лет служим людям, у которых враг атаковал семью. И эта книга очень актуальна, потому что нам нужно дать отпор врагу, чтобы сохранить семью. Нужно дать отпор врагу. Эта книга станет оружием в ваших руках в минуты давления и боли. Если дети причинили вам боль, она поможет. Знаете, есть семьи, на которые дьявол устроил настоящие атаки. Когда вы поймете это, вам удастся дать ему отпор. И в книге есть провозглашение. Когда вам хочется роптать, вы вспомните эту книгу и будете говорить истину. Вы будете высвобождать правильные божественные вещи в свою жизнь. Вы понимаете? Итак, в книге Брэнда дает много хороших исповеданий. Сколько там таких слов, этих исповеданий? 65. Они о семье. Нам нужно понять одну вещь. Объясните разницу между словами и между провозглашением. Это важно. Ведь мы понимаем, как важно говорить по Писанию. Нужно научиться перестать говорить плохие вещи. Также надо перестать говорить слова неверия, слова страха. Мы знаем, что Писание говорит нам об этом. Жизнь и смерть во власти языка. Недостаточно перестать говорить негативное. Научитесь говорить правильные слова. Это Слово Божье. Есть и другой уровень. Это приказывать в духе со властью. Это созидание. Земля была безвидна и пуста. И после этого Господь сказал, да будет так. Он провозгласил. Это были слова созидания. После этого на земле появились различные творения, созданные Господом. И это удивительно. Мы не управляем, но спрашиваем разрешение у Бога. Правильно. Да будет свет. Да будет свет. Вы совершенно правы, Сид. Это повеление. И Божья воля заключается в том, чтобы мы со властью провозглашали Слово Истины. Если враг идет против вашей семьи, то скажите, дьявол, убери руки от них. Я разрушаю твою силу. Я приказываю злу оставить мою жену и детей. Набери смелости и приказывай проблемам уйти. Так делали патриархи, так делали апостолы. «Приказывайте духовному миру». Библия останавливает врага, и он отступает. Ни в коем случае не провозглашайте смерть, но провозглашайте жизнь. А что происходит в духовном мире, когда христиане провозглашают Слово Господа Бога? Также я имею в виду ваши помазанные молитвы из книги. Нужно исповедовать это. Что происходит там, в духовном мире? Когда мы исповедуем это Слово. Если бы мы могли пройти в духовный мир и потрогать его, то нам удалось бы увидеть происходящее в нем. Мы бы чувствовали себя победителями еще больше, чем теперь, зная Божье Слово и Его обещание. Бесы с ужасом убегают, когда слышат наши слова. Мне напомнило это стих из 10 главы Евангелия от Луки, когда ученики вернулись к Иисусу и сказали, «Господи, даже бесы повинуются нам о имени Твоем». Как бесы повиновались им? Это происходило, когда апостолы говорили им со властью имени Иисуса. Меньше всего нечистые духи хотят, чтобы мы приказывали им. Врагу нужно, чтобы мы говорили то, что он хочет вложить в нас. Вначале я сказала, не будьте пророком дьявола. Пророчествуй то, что Бог сказал тебе. 102 Псалом говорит, «Благословите Господа все ангелы, исполняющие Слово Его». Если ангелы внимают Богу, то нечистым духам приходится подчиняться нашим провозглашениям. Вы понимаете, какая в этом связь? Очень важно говорить слова жизни. Иисус говорил о важности семьи, но также Он сказал о чем-то более важном. О чем именно, Бранда? Да, вы смотрите нас сейчас. Вы смотрите прямо сейчас, и я вижу это в Святом Духе. Я слышу, что вы говорите. Вы говорите о бесах, которые пугают вас. Вы говорите, знали бы вы о том, что происходит со мной. Святой Дух ведет меня пророчествовать вам. Бог говорит, ваш вопрос решится постепенно. Решится проблема с ребенком, который встал на неверный путь. Вы пастор, и вы смотрите нас. Ваш ребенок ушел от истины. И Господь говорит, провозглашайте его возвращение, и вы увидите. Не принимайте мысли врага о том, что ничего не происходит. Отвергайте эти мысли. Говорите в жизнь своего ребенка позитивные вещи, Божьи вещи, Божью истину. Прямо сейчас я протягиваю руки в вашу сторону. Я ощущаю Божью славу, которая сходит на вас там, где вы находитесь. Бог говорит, твоя вера приведет тебя к победе. Держитесь за Бога. Провозглашайте истину. И помните, ваша вера приведет вас к победе. И тогда эти слова исполнятся. Аллилуйя. Брэнда, а что вы говорите, находясь в пророческом духе? Что говорите вы и ваш супруг, как пасторы христианской общины? Поделитесь. Знаете, люди просто жаждут увидеть сверхъестественные вещи. Как никогда раньше прихожане церкви стремятся пережить Божью славу. Они не прогибаются под этот мир. Эти люди не наполняются страхом после новостей. Прихожане нашей общины твердо убеждены в том, что они живут в самом масштабном и грандиозном, сверхъестественном движении всемогущего Господа. Мы говорим о его пробуждениях прошлого и излияниях духа. По этой причине в сегодняшнем мире обнаруживается столько всего нехорошего. При ремонте дома мы наводим порядок и избавляемся от насекомых. Потом вы вселяетесь и живете в этом доме. Мы уже находимся в Божьем движении. Наша церковь жаждет Бога. Она твердо решила не пропустить ни одного блага, которое Господь даст в этом процессе. Мы увидим такую славу Бога, что о ней будут вещать светские масс-медиа. Вы представляете? Я пророчествовала это. Вчера утром я увидела это в Библии. Господь вернул меня. Господь вернул меня к строчкам о Савле, когда он шел в Дамаск. Помните, написано, Савл же, еще дыша угрозами и убийством на учеников Господа, пришел к первосвященнику. Потом его осиял яркий свет. Я пророчествую. Я знаю, это факт. Мы увидим много обращений. Есть люди, которые дышат угрозами против церкви, против вашей семьи, против ваших детей и бизнеса. Эти люди шли против вас, но мы увидим кардинальное изменение. Их сердце изменится, их дух изменится. Они обратятся к Господу, ведь Господь пришел для этого. Бог спасет столько людей, сколько мы еще не видели. Господь придет в США. Господь посетит и другие страны, и Бразилию, и Индию, и Китай. А вы сказали, что к Богу обратятся те, кто, по нашему мнению, вряд ли спасутся. Посмотрите на то, что произойдет с мирскими комиками-безбожниками. Посмотрите на это. Хотите ли вы жить дома, в обстановке, где нет места демонам и бесам? Хотите ли вы создать атмосферу небес? Не переключайтесь. Когда мы вернемся, вы узнаете, как это сделать. И очень скоро. Мы скоро вернемся. Это сверхъестественно. Это сверхъестественно. Сейчас вы услышите цитаты некоторых провозглашений Брэнды Куннеман из ее книги. Хочу сказать вам лишь одно. Демоны будут дрожать. Брэнды, для наглядности. Пожалуйста, прочитайте провозглашение о покое в наших домах. Хотите, чтобы бесы дрожали от страха, когда Брэнды прочитает о мире? Тогда давайте, готовьтесь. Согласитесь с этим словом. Я буду провозглашать его в согласии с вами. Примите это слово в дух здесь и сейчас. Я вижу, как это слово исполняется над вами и вашим домом. Просто поверьте. Скажите со мной. Мой дом наполнен миром. Помазание и Божья атмосфера умиротворенности и спокойствия наполняют мой дом. Говорите вместе со мной. Божий покой приносит мне жизнь. Ты не создашь его. Его дает Бог. Он дает уверенность. И мы провозглашаем. Мы спокойны. Мы разрушаем силы зла, которые беспокоят нас во имя Иисуса. Мы изгоняем всех нечистых духов, несущих беспорядок. Провозглашайте это сейчас. Те, кто живет в моем доме, живут в Божьем покое. Каждый, кто входит ко мне в дом, окутан миром. Мой дом наполнен чудесами Господа Бога. Мир Божий приходит на вас прямо сейчас. Он дает нам доступ к чудесам. Только Он. Провозглашайте. Провозглашайте мир в вашем доме во имя Иисуса. Аллилуйя. Пусть свет Господа, слава нашего Господа, Его силы, могущество и благость Господа пребывают в вашем доме круглые сутки. Пусть даже ваша собака примет это. Вам слово. Да, мы готовы принять Божью славу. Мы готовы. Мы провозглашаем схождение Божьей славы на каждый дом. Мы говорим, Божья слава наполняет все вокруг. Господь, пусть Твоя слава наполнит все наши дома. Мы провозглашаем. На каждого человека, который входит в наш дом, сходит слава Бога и меняет его. Прими Божью доброту, как Моисей. Он видел ее и познал славу. Мы берем власть над демоническими вторжениями, которые отравляют атмосферу славы. Мы меняемся. Мы исцеляемся. Мы освобождаемся. Сейчас мы подчиняемся воле Святого Духа. Спасибо, Боже, за то, что мы и наши дома, мы все пропитываемся Твоей славой. Как пророк Моисей, мы просим Тебя, дай нам видеть славу Твою в нашем доме во имя Иисуса. Возьмите эти блага. Возьмите эти блага во имя Иисуса. Даже не верится, что у вас много таких молитв. У вас есть слово против мух. Я заимствовала это из истории евреев в Египте. Это исход, восьмая глава. Бог дал им слово. Оно пришло после четвертой казни. Бог свел на Египет кровь, лягушек, мошек и мух. Господь навел на них мух. И Он сказал, «Я пошлю на египтян пёсьих мух». В 22 стихе 8 главы Всевышний сказал, «И отделю в тот день землю Гесем». Я говорю это у себя дома. Мы живем в духовной земле Гесем. Бог сказал, «На ней пребывает Мой народ». Никакие мошки, никакие мухи не влетят в этот дом. Вы понимаете? Вы чувствуете параллель? Бог сказал, «Я сделаю разделение между народом Моим и между народом Твоим». Бог отделяет свой народ ради благой цели. Неверующие увидят это и захотят спастись. Бог запретил всякой мошке и всякой мухе влетать в дома евреев. Муха – это символ беса. По Библии Сатана – это владыка мух. Вы представляете? Вот как мы молимся и пророчествуем в нашей церкви. В твоем доме нет места мухам, то есть бесам и силам тьмы. Никто не взлетит у тебя дома, потому что ты отделен от мух. Примите это слово сейчас. Никакой замысел и план злых сил и демонов не исполнится в вашем доме. Просто зарубите это на носу. В двери вашего дома никогда не войдут злые силы, которые противятся Господу. Мне следует сказать это сейчас. Я провозглашаю это над вами. Мы сокрушаем власть всех заклинаний, всяких магических чар и приворотов от всех гадалок и ведьм. Мы пророчествуем. Никакая язва, зараза, несчастный случай, никакая трагедия и катастрофа не войдут сюда во имя Иисуса. Все силы тьмы должны отказаться от всех маневров, от всех операций и даже малейших попыток войти в этот дом. Наш дом защищен кровью Иисуса и божественной оградой. Ангелы несут стражу вокруг нас. Мы живем в покое. Когда вы провозглашаете и исповедуете то, что сказано Богом, Небесный Отец исполняет свою волю на земле, как и на небе. Поэтому провозглашайте «Я дитя Господа Бога». Во мне живет Христос. Бог простил мне мои грехи. Я принял Иисуса Христа как своего Господа. У меня есть отношения с Ним, и теперь я Его ребенок. Пожалуйста, повторяйте сейчас эти слова за мною. Господь, я грешник. Прости меня. Я верю в то, что кровь Христа омывает меня от греха. И теперь я чист. Поэтому я прошу Тебя, живи во мне, пожалуйста. Спасибо Тебе за спасение, которое дал. Спасибо за Твое господство. Спасибо за близкие отношения с Тобой. Спасибо за то, что я Твоя овечка. Я слышу Твой голос. Аминь. Бранда, теперь вы помолитесь Господу. Прямо сейчас Господь ведет меня молиться о вас. Бог хочет, чтобы вы перестали бояться. И я поднимаю руки и молюсь о вас. Прямо сейчас страх рассеивается. Что-то заставляло вас бояться. И так это связано с семьей или с пугающими новостями этого мира. Вы часто смотрите телевизор. Но откройте Библию. Там хорошие новости. Я хочу сломать этот страх прямо сейчас. Пожалуйста. Пожалуйста, прогоните свои страхи. В вашем доме присутствует множество ангелов. Пусть это станет знаком для вас. Поэтому я провозглашаю. Ангелы Господа окружают вас прямо сейчас. Они вокруг вашего дома, вокруг вашей семьи. Они хранят вас от трагедии и катастроф. Хватит тревожиться о судьбе детей. Хватит страдать от бессонницы. Бог заботится о них. Он рядом с ними. Они рядом с ним. И я пророчествую, вы живете под защитой стражи небесного воинства ангелов. Итак, ни один из них не испытает вреда и не будет ранен. Запомните. Запомните. Вокруг вас построена духовная ограда. Ангелы Господа, идите и защитите все эти семьи. Ваш дом и все ваше имущество не будут тронуты ворами или злоумышленниками. Они не проникнут в дом, ведь ангелы хранят вас. Ангелы с вами. Я оставляю вам слово. Возьмите его на вооружение и провозглашайте. Не бойтесь. Не бойтесь. С вами будет все в порядке. Смотрите в следующем выпуске. Привет. Я Джесси Грин. Бог спросил меня, как бы ты выглядела, если бы жила в полноте. Я сказала, я не знаю, отец, открой это мне. То, что он показал мне, пробудило меня духовно. Присоединяйтесь ко мне в следующем выпуске. Не исключено то, что это пробудит духовно и вас. Вы узнаете секрет духовного благополучия. Молитва – это важная составляющая доступа ко всем Божьим обещаниям и благословениям. Ежедневная молитва на данном вам Богом языке очень важна. Мы представляем вам совершенно новое приложение «Разговор с Богом». А вы сможете установить напоминание о том, что хотите помолиться и сообщить другим, сколько времени вы провели в молитве. В нашем приложении Всемирного молитвенного сообщества вы сможете оставить свои молитвенные просьбы. Также вы найдете видеоучение о том, как получить крещение Духом Святым и как ежедневно и эффективно молиться на сверхъестественном языке, который дал вам Бог. Смотрите архивы наших программ АСН. Сети — это сверхъестественное, чтобы созидать свою веру и поверить в невозможное. Приложение бесплатное, доступно на всех девайсах. Зайдите в свой магазин приложений и найдите «Разговор с Богом» Сидорота. Всего за последние 20 лет мы обнаружили более тысячи планет за пределами нашей Солнечной системы. В пределах одного только Млечного Пути есть сотни миллиардов звезд, а в обозримой Вселенной можно насчитать порядка сотни миллиардов галактик. Звезд в космосе больше, чем песчинок на всех вместе взятых побережьях Земли. Каждую секунду появляется еще около 48 новых звезд, а в мозге человека насчитывается порядка 86 миллиардов нейронов. Если вы соедините все ячейки ДНК в вашем теле в одну цепочку, ее длина составит около 55 миллиардов километров. Это расстояние сопоставимо с расстоянием до Плутона и обратно, помноженным на 6. А если составить цепочку из клеток крови обычного человека, то ее длина составит порядка 100 тысяч километров. Столько километров вы пройдете, если обойдете Землю два с половиной раза. Скорость, с которой нейронные импульсы идут от мозга, составляет 400 километров в час. Такую скорость не развивают даже гоночные автомобили. Если бы мозг был компьютером, он бы выполнял 48 тысяч триллионов операций в секунду. Сейчас самые современные суперкомпьютеры имеют показатели, равные двум тысячным процента от этой скорости. Мы хотим предложить вам одну хорошую книгу, которая поможет вам ответить на многие вопросы. Субтитры создавал DimaTorzok